ЖК «Горкий парк» Сегодня в зале для совещания администрации округа глава муниципалитета Станислав Катаров не заслушивает доклады подчиненных, а модерирует диалог. С одной стороны руководство застройщика жилого комплекса «Горкий парк», с другой – инициативной группой, представляющей дольщиков. Проблема заключается в том, что нам обещали при покупке квартиры въехать 31 октября 2023 года. На сегодняшний день никто из жильцов до сих пор не въехал. Перекладывают сроки. Просто причина, потому что они не успевают, не укладываются в сроки. И мы вынуждены вот таким образом встречаться и выбивать свои ключи. Защита прав участников долевого строительства является приоритетом государственной жилищной политики. Но даже несмотря на довольно жесткие законы, принятые относительно застройщиков, все же иногда находит коса на камень. То есть у нас основной вопрос, когда будет выдача ключей, потому что, опять же, по новым срокам первые две секции корпуса «Ба-1», секцию «Ба-1», секцию «Ба-1» обещали заселять с 30 марта. На сегодняшний день, 1 апреля, ни одной смс-обещения не было. Отдел заселения так и не работает. Справедливости ради стоит отметить, что представители застройщика не стали ходить вокруг да около. Видимо, хорошо подготовились к встрече. Они признали ошибки и обозначили конкретные даты, когда жители смогут получить ключи от своих квартир. Сегодня, край завтра, высылается смс, первый смс. И буквально со среды уже люди могут записываться на 3 апреля на встрече, при чем учить. То есть вот такой. И дальнейший план действия также будет предусматривать отправка смс. День 2 проходит, и люди уже могут записываться. Также будущих жителей комплекса интересовал вопрос ввода в эксплуатацию детского сада на 350 мест и общеобразовательной школы на 1100 мест. На этот вопрос ответил Станислав Катаров. Дети пойдут в детский сад где-то с 1 сентября. Поэтому к 1 сентября он уже точно будет функционировать полностью с преподавателями и так далее. У коллег в графике школы стоит третий квартал 24-го года. Соответственно, я думаю, что коллеги свое обещание выполнят. Также в ходе встречи участники долевого строительства высказали ряд претензий по поводу недоделок в некоторых домах-новостройках. И здесь представители подрядчика заверили собравшихся, что каждая жалоба жителей не останется без внимания. Встреча прошла конструктивно, в том числе не без нашей инициативы. Мы хотели, чтобы встреча прошла не только на территории живого комплекса, но и так же, чтобы клиенты были более спокойны. Мы попросили и совместно с администрацией провели ее, чтобы показать, что мы застройщик, который старается максимально соблюдать все нормы, правила и законы. Одним участием во встрече дело не ограничится. Руководство муниципалитета будет пристально следить за тем, чтобы данные застройщикам обещания были выполнены точно и в срок. Такое поручение получила заместитель главы округа Вера Попова, которая, в числе прочего, курирует вопросы строительства. Вера Петровна создает чат-группу небольшую, чтобы там были вы, кто сегодня присутствовал. Ну а вас я уже попрошу жителей поинформировать. Если какие-то будут вопросы или Вера Петровна сдвижки, не дай бог сроков, тогда тоже на связи с жителями и будем встречу проводить. Но я надеюсь, что мы встречаемся крайний раз и сейчас уже все пойдет так, как должно быть. Максим Козлов, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева. Видное ТВ.